Здравствуйте! Сегодня 11 января и вы смотрите ежедневный обзор рынка от Макси Форекс. В понедельник единая европейская валюта на торгах в первой половине дня консолидировалась в узком ценовом диапазоне 1,2885-1,2925. Вялая динамика торгов объяснялась двумя обстоятельствами. С одной стороны, евро на данном этапе уже исчерпал свой нисходящий потенциал и вероятность коррекции увеличивается с каждым днем, повышая риски для открытых позиций на продажу валюты. Однако, с другой стороны, инвесторы, опасаясь провальных аукционов по продаже гособлигаций, которые должны состояться в Португалии, Испании и Италии в ближайшие три дня, воздерживаются и от открытия позиций на покупку евро. Тем не менее, на американской сессии евро-доллар получил поддержку на фоне сообщения о том, что Европейский Центральный Банк выкупает облигации стран еврозоны, имеющих большое количество долгов. Облигации на сумму 113 млрд евро. Кроме того, спрос на евро несколько усилился и после того, как стало известно, что идея ведения общеевропейских облигаций находит все больше сторонников среди государственных деятелей еврозоны. Пара начала восстановление от 4-х месячных минимумов и на подъеме зафиксировала максимальный уровень на отметке 1,2964, завершив дневную торговлю вблизи вершины. В нашем прогнозе на вторник предполагаем продолжение восходящей коррекции евро к целевым уровням 1,2990, 1,3027, 1,3060 и, возможно, 1,3080. Вместе с тем продолжаем контролировать уровень 1,2874. Пробой и закрепление цены ниже него приведет к снижению евро в направлении 1,2836, 1,2780 и ниже. Разочарование быков по фунту в ходе вчерашних торгов, отсутствием прогресса в восходящем движении пары фунт-доллар, было подкреплено еще и слабыми данными по рынку жилья, вновь отразившими снижение цен в декабре месяце. Это остановило попытки фунта начать восстановление на ранних торгах в Азии и привело к снижению курса британской валюты до минимального уровня на отметке 1,5475. Однако усилившиеся на рынке спекуляции на тему возможного повышения учетной ставки уже на ближайшем заседании Комитета по монетарной политике спровоцировали новый спрос на пару. Косвенную поддержку этому мнению оказали комментарии премьер-министра Великобритании Комарона, который на этих выходных выразил свои опасения относительно высоких уровней инфляции в стране. Многие инвесторы вслед за премьер-министром полагают, что рост инфляции в Великобритании вынудит Банк Англии повысить ставки в ближайшее время. На этом фоне рынок активизировал покупки британской валюты, которая в ходе американской сессии достигла максимальной отметки на уровне 1,5602. На торгах во вторник ожидаем продолжение развития коррекционного движения пары и умеренное снижение курса в ценовую зону 1,5513-1,54. Далее ожидаем подъем фунта к ценовым уровням 1,5602, 1,5645 и 1,5664. В экономической статистике вторника Китай представит целый блок показателей. Среди них декабрьские данные по объему промышленного производства, индекс потребительских цен, сальдо баланса внешней торговли, включая динамику экспорта и импорта, а также индекс производственных цен. В Японии будут опубликованы ноябрьские индексы опережающих и совпадающих экономических индикаторов. В Евросоюзе выйдут данные по объемам промышленного производства во Франции и Италии. США публикуют изменения объемов запасов на складах оптовой торговли. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова